А сейчас я вам сформулирую результат, который можно доказать с помощью тех методов, которые мы все эти размеры, да, сейчас докажем. И в нем будет совершенно неявная конструкция, она тоже некая конструкция. Сейчас я туман размерю. Пусть даны числа n, k, s. Ну, даны это значит, что как в примере, скажем, 25 и 18. Ну, даны числа, или там, миллион, сто и десять тысяч. Ну, даны какие-то числа. Пусть число n таково, что c из n по n умножить на c из c из n по k минус c из n минус l по k по s. Поделить на c из c из n по k по s. Узнаете, да? Да. Сегодня что-то такое было. Так вот, пусть число n таково, что вот это, это математическое ожидание, на самом деле. Меньше строго единицы. Тогда существует такая совокупность. m красивая, состоящая из s, k сочетаний, мощность термитового равенца, k, для которой не хватит a представителей. Для которой не хватит a представителей. Так, давайте я объясню, что здесь сказано. Что выглядит довольно страшно. А смысл-то на самом деле такой же, как на том, что в тертой доске. Вот представьте себе, что n это 20, k это 5, а s это 18. Так, так, да? Вот 20, 5 и 18. Что мы тогда доказали? Мы доказали, что существует такая совокупность из 18 и 5 единых подмножеств. Это же мы доказали, да? Да. Для которой не хватит скольких? Пяти. Пяти, да? Пяти, представители. Шести хватит, а пяти не хватит. Так вот, эта теорема, которую мы сейчас сформулировали, это некий универсальный способ получать такого рода оценки. Не придумывать из головы какие-то хитрые конструкции. Вот я вам предложил конструкцию, да? С этими подлоханками размера 6, в которых какие-то пятерки варятся, да? Но откуда я ее придумал? Это непонятно совершенно. Это я как-то угадал. А эта теорема дает совершенно компьютерный, если хотите, метод получения каких-то оценок. Смотрите, вам даны числа 25, 18 или какие-то, там, 100 тысяч, тысячи и 10 тысяч. Даны какие-то числа. Что вы делаете? Вы запускаете компьютер. Программа. Цикл по L. Идете в цикле по L. От единицы до бесконечности. Значит, вы воспринимаете, что я говорю? Да. Смотрите, и в рамках каждой итерации, когда вы выбираете очередное L, вы смотрите, а вот это выражение с вашими НКС 25 и 18, и вот с этим L, который номер итерации, да, выполнено это неравенство или нет? В каждой итерации смотрите, выполнено неравенство или нет. Если оно выполнено, переходите к следующей итерации. И так до тех пор, пока не найдете момент, когда перестает выполняться это неравенство. Правильно? Таким образом, вы найдете самое большое L, с которым это неравенство выполняется при данных R-K-S. Ну, так это будет как раз оценка. Я не утверждаю, что если вы возьмете 25 и 6 и 18 здесь, то вот этот подход позволит вам получить L равные пятерки. Это я не утверждаю. Может быть, эта теорема в этом месте слабее, чем то, о чем я рассказывал на предыдущей доске, когда рисковал лоханки. Но это универсальный способ получения таких оценок. Данные числа. Вы можете найти самое большое L, при котором вы с гарантией знаете, что существует совокупность K-элементных подмножек, для которой L-представителей не хватит. Понятно, да? Вот можете тоже на досуге, сейчас это нелепо разбирать, у меня и компьютер, у меня программа так где-то такая, сейчас писать надо, целая история. На досуге можете попробовать запрограммировать эту штуку, позагонять туда разные R-K-S и посмотреть, какое максимальное L получается. И вы увидите, что при достаточно больших R-K-S получается такое L, что если бы вы попытались руками построить нужную совокупность, для которой не хватит L-представителей, у вас ничем там не вышло. Просто непонятно, как ее строить, вообще непонятно, что придумать вообще. А тут есть утверждение, которое гарантирует существование. Да, надо перебрать вот столько вот совокупностей, но одна из них точно будет обладать нужным свойством. В этом пафос вероятностного метода в комбинаторике. Я докажу эту теорему в одну строчку. Ну опять, в одну строчку, в одну строчку, но я, наверное, много слов произнесу, вам покажется, что она не в одну строчку. Доказалось, но на самом деле в одну строчку.